Меня зовут Игорь Батьков, и я дитя Беларуси, повар из чумовой сковороды. Ты должен мне помочь, ты обязан, за тобой долг. Добро пожаловать на очередной выпуск «Чумовой сковороды». И сегодня наша готовка подойдет к квинтэссенции, апогею и катарсису, потому что мы готовим драники. И первым делом мы почистим нашу картошку. Естественно, не нужно нарушать никакие религии белорусские, и поэтому очень тщательно срезать кожуру. А если вы приготовите картошку в мундире, то вам придется чистить только ту, которую съедите сами. Подумайте об этом, если вы эгоист. Ладно, заливаем водой, хоть и маловато воды. Поедете? Нет, мало. Во время чистки не забывайте сразу ее погружать в воду, даже если вы будете моментально готовить. Естественно, крахмал не выйдет с нее, но она не почернеет. Куда ж мне, кстати, кожуру-то выкидывать? Итак, идеально почистив картошку, мы должны ее потереть. Если вам не хватает денег на хорошего психотерапевта, это самый лучший тонизирующий способ для успокоения вашей нервной системы. Терем на мелкую терку. Поехали. Естественно, когда вы уже начали тереть картошку, не забывайте про главный атрибут левого повара, это его колпак. Ну и продолжим. Даже несмотря на высокую калорийность, картофель очень полезный, потому что он содержит как и калий, так и обладает хорошими мочегонными свойствами. И более того, он оказывает благотворное влияние на пищеварение человека. Поэтому кушайте картошку, только в мир. Итак, мы почти уже закончили тереть картошку. Драть картошку или тереть? Кстати, если вы хотите определить, сколько у вас будет по граммовке, примерно 30% от брута теряется во время готовки. Могли бы уже догадаться, чего я молчу. Не догадываешь ли зрители у нас? Итак, если вы прямо сейчас готовите, то какие остались перед выбором? Либо отжать всю воду, либо просто добавить сюда муки. Ну, я сделаю первое. Теперь добавим пару луковиц. Это придаст более утонченный, светлый цвет нашему изысканному блюду. Знаешь, что я лайфхак? Чтобы глаза не сидели, когда лук там вверх, что я не плачу. Жена не плачет. А еще воду в рот набирают обычно, если такой лайфхак. И теперь мы добавим героев предпоследнего выпуска кулинарного шоу. Куриные яйца. Куриные яйца выступят связующей основой для нашей массы. Тщательно перемешаем и добавим чуть-чуть соли. Но главное не пересолите. Драники должны быть чуть-чуть недосолены. Потому что на сковороде соль останется, а вода и прочие ингредиенты выйдут. Ну, все же немножко добавим муки. Совсем чуть-чуть. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, которые здесь добавили. Кстати, если вас приглашают на Драники, не ищите здесь какой-то эротический подтекст. Потому что, возможно, это просто Беларусь. Ладно, вот так. Итак, разогреваем нашу сковороду, добавляем здесь масло. Не жалеем побольше, но и не переборщите. И вот, Драники вот-вот мы начнем готовить, потому что сковорода уже полностью разогрета. А пока пора посмотреть легендарную рубрику «Лайфхакнутые ручки». Добрый день, уважаемые YouTube-зрители. Времена нынче довольно-таки интересные. И поэтому мы подготовили для вас лайфхаки, которые помогут вам в постапокалипсисе. И нам, как всегда, в этом поможет наш гурман инженерной мысли, горе каждого полупроводника, Богдан. Добрый день. Здравствуй, Кондрать. Какие же лайфхаки вы покажете нам сегодня? И первый наш гаджет – это переговорное устройство, которое поможет вам держать связь с соседом по палате. Ну, давайте же узнаем, из чего оно состоит. Даже во времена ядерного апокалипсиса стоит не забывать про экологию, поэтому мы воспользуемся бумажными стаканчиками. Ну, в любом случае вы можете подготовить стаканчик ProMax из пластика. А также нам понадобятся нитки. Ведь нитки – это лучший проводник звуковых волн. Теперь мы продолжаем высокотехнологичный монтаж переговорного устройства вместе с Богданом. При помощи данного гаджета ни один инопланетянин вас не сможет прослушать, потому что все ключи зашифрованы. Давайте пролетим испытания. Ты к кому звонишь? Феноменально пролетены испытания. Я думаю, вы согласны со мной. Также в апокалипсис отлично подойдут лайфхаки из наших прошлых видео. Именно. Также, если у вас есть варианты для новых каких-то суперустройств, присылайте на нашу почту или на наши переговорные устройства. Мы будем внимательны слушать. А всего лишь за одну дополнительную файку в бункере вы оформите себе подписку и сможете участвовать в конференциях голосовой связи. И общаться до 53-х человек. Итак, нашим гаджетом будет оружие для самообороны и не только. Именно, потому что в такие времена нужно будет не вода, еда или медикаменты, а в первую очередь оружие. Что же для этого нам понадобится? Бутылка с остатками непонятной жидкости, которую мы, понятное дело, добьем. Пять резиновых пальцев, на случай, если какой-то порвется. И скотч, как я понимаю. А для чего нам скотч? А также самый надежный крепеж – это скотч. Скотч! Действительно. Воспользуемся синей изолентой. Сначала мы берем бутылку и отрезаем горлышко. Как говорят все во время Курбан-Байрама, сейчас мы перерезаем горлышко. Данный гаджет поможет оперативно вам отбиваться от стаи бродячих людей, а также нападать на них. А также эффективно отбирать пайку у собак. Куда же без синей царя? Кутаем наше оружие. Безусловно, я думаю, это будет безопасно. Надеюсь, вам понравились наши лэп-хаки. Спасибо за просмотр. Ну что ж, эндшпиль нашей готовки. Итак, 2-3 минуты. Ну, конечно, смотрите по ситуации, но 2-3 минуты переворачиваю на другую сторону. И такое же время, и они будут готовы. Главное, чтобы образовалась поджаристая и румяная корочка. Блин, походу скоро пора. Просто лучших драйверов. Девчонников в этой галактике и не найти. Уже готовы. Наши зрители, по совместительству дегустаторы, сейчас насладятся Сием-творением. Первый блинком. Так, вы выйдите с кадра, пожалуйста, дорогие мои старики. Дайте я вас сейчас рассылаю. Не надо. Что же, вот и готовка великолепнейших и шедевральных драйверов подошла к концу. Осталось только дегустация для всех многочисленных людей, которые сюда пришли. Спасибо за просмотр. Готовьте с любовью, с душой. Ну, или как получится. Все, пока. Здравствуйте. Возможно, некоторые из вас помнят меня по прошлогоднему выпуску... Как эта передача называется? Чумовой сковороды, да. Где я выступал в роли гостя, который занимался дегустацией приготовленной пищи и не только пищи. В этот раз я буду пробовать вот эти прекрасные драники из белорусского картофеля. Ну, предположительно. Которые так любезно для меня приготовил мой хороший друг Ибит. Они достаточно хрустящие, с золотистой корочкой. Беликолепно. Божественно. Белиссимо. На самом деле, как бы, сама масса картошки очень даже ничего. Но вот этот вкус активированного угля из-за очень золотистой корочки снизу немножко портит впечатление. Но давайте попробуем вот этот, например, который чуть-чуть все-таки посветлее. Больше ты просто ничего не скажешь. Это, правда, великолепно. Это отлично. Я всем вам желаю приготовить драники. Рецепт был достаточно простой, как мы все видели. Вот. Как бы, если немножко проследить за готовкой и не пережарить, чтобы не допустить ситуации с активированным углем по краям драника, то, в принципе... Активированный уголь также насыщает организм, выводит радионукриды и прочие вредные вещества. Так что это не просто драники для насыщения и набива своего желудка. В общем, не знаю, пойдет ли это в кадр, но, в всякий случай, я продублирую эту информацию. На самом деле, я беру назад все свои претензии в адрес активированного угля на пережаренных драниках, потому что он может пригодиться вашему желудку в случае, если вы вдруг напортачили в каком-то ином месте в процессе готовки. Небольшая подушка безопасности, так сказать. Как видите, сейчас я ем драники со сметаной. Это классический выбор, так сказать. Но, помимо сметаны, вы можете использовать абсолютно любой соус на свой вкус. Можете приготовить что-то сами, можете купить в магазине. Очень вкусно также это можно запивать кефиром, молоком, ну и, конечно же, пивом, например, или квасом, как бы, на ваш выбор. Всем приятного аппетита! Ваше кодовое слово. Бульба. Лучшая еда в школьных столовых. Бульба. Вас отправят приготовить любую еду. Что будет это? Бульба. Когда вы возьмете с собойку на работу, что там будет? Бульба. Лучший подарок на день рождения. Бульба. Ваше первое слово. Бульба. Вы нашли лампу джина. И первым желанием будет? Бульба. В следующем вашем выпуске коронным будет блюдо.